В мире существует такая фраза На каких сказках вырос ребенок, таким человеком он и будет У нас все книги, я почему их назвала всегда «Волшебные скерлы» Потому что ребенок должен жить еще в таком мире волшебном Потому что то, что он познает, это определенное волшебство, это знание Что мы делаем? Мы увлекаем ребенка вот в этот волшебный мир, чтобы он стремился к познанию А для чего вообще учим ребенка? И все понимают, и он пишет Абай Чтобы он в дальнейшем мог заработать себе на кусок хлеба Поэтому заинтересовать ребенка, чтобы он хотел, желал, познавал Вот задача, которая идея была вложена в наше издательство И которому я не отклонялась Людмила Кириллинская, пожалуй, одна из самых известных и ярких персон в мире издательства отечественной литературы Во времена становления независимости Казахстана Она первая заговорила о дефиците детских книг на государственном языке И необходимости внедрения двуязычного дошкольного образования Наша героиня, как и герой ее любимой сказки «Слово и дело» В сложные девяностые не только говорила, но и делала Людмила Всеволодовна стала издателем, первопроходцем, выпускающим сначала двуязычную, а затем и трехязычную литературу для самых маленьких граждан нашей страны В тот самый момент, когда я увидела эту женщину, я поняла, что мы с ней будем дружить всю оставшуюся жизнь У нас снималось с ней точек соприкосновения И вот одна из главных – это забота о детях Желание сделать для них интересные книги и дать возможность, особенно сельским детям, открыть дорогу в мир Человек, она творческий, рождаются у нее идеи, мысли ежеминутно Чем бы она там ни занималась, у нее внутреннее вдохновение, у нее очень сильно кипит Всегда у нее есть новые идеи, новые возможности, новые творения Ну, Людмила Всеволодовна – это человек удивительный, это человек с большой буквы Вот таких я людей действительно мало встречал, которые болеют за детей, за Казахстан Я говорю, если бы больше таких людей было бы, Казахстан точно процветает будет Людмила Всеволодовна – для многих человек, обладающий исключительным чувством долга Всем сердцем болеющий за будущее страны Патриотизм и неравнодушие – фундаментальные качества ее личности Которые, как и полагается, сформировали окружение и жизненные обстоятельства У меня мама со сложной судьбой Она росла в детском доме, но сумела получить образование и все остальное Папа без образования, потому что он был в оккупации Папа белорус, мама полутатарка полурусская, поэтому я непонятно какая я Раньше это называлось «Нация – советский народ» Я родилась на Урале, мама работала на первой атомной электростанции На атомном реакторе, а потом очень много людей стали умирать Это же впервые все было Радиация, все остальное И родители уехали Переехали по месту жительства там, где родственники отца в Беларуси И жили там Мама работала на ТЭЦ, в Бобруйске, а папа работал в театре И получилось, что вот это все детство свое, что я помнила Я росла при театре Что такое театр для ребенка? Это все Для меня до сих пор запах кулиса, оно у меня, как сказать, воспоминание Вот, и я, соответственно, очень занималась художественной самодеятельностью Читала стихи, выиграла конкурсы, пела Это все, конечно, помогло в жизни Потом активистка Людмила окончит школу, поступит в институт Выучится на экономиста, выйдет замуж, родит сына и дочь А в 37 лет женщина вместе с семьей неожиданно уедет из Беларуси Мужа милиционера по службе отправят в Южный Казахстан В первое время здесь, в советском Шумкенте, наша героиня будет читать лекции для предпринимателей Затем работать у писателя Олега Быстрова, который познакомит ее с миром полиграфии К делу всей своей жизни Людмила Всеволодовна придет только в 40 лет, когда откроет собственное издательство В этой жизни никогда ничего не поздно начинать, даже если до конца жизни осталось 30 минут Сложилась так ситуация, и было интересно, и увлеклась Я, зная положение вещей у нас в Казахстане, обратила внимание, что нет книг для детей, интересных на казахском языке И мы стали готовить макет Когда мы подготовили макет, нам повезло, конечно Приехал к нам в Шумкент Елбасы Султан Абишевич И смотрел выставку наших книг Я говорю, у нас тут макет, вот казахи-тегри Он говорит, я подойду И так интересно, я смотрю, уже почти выходит А он говорит, я обещал женщине вернуться, я вернусь Он вернулся, увидел нашу эту книгу И сказал, обязательно помочь в выпуске этой книги И вот первое начало именно для Казахстана делать книг именно на казахском языке Это было как бы крещение от самого Елбасы Я перезываю за казахских ребят Потому что каждый ребенок гениален от рождения Его надо только развить Поэтому мне очень хочется Чтобы, если русскоязычные еще могут взять какие-то русскоязычные вещи В Москве, там, допустим, в этом всем А где здесь взять? Поэтому я очень много стараюсь Чтобы у казахских ребят тоже много чего было Страна истории, которая исчисляется 30-летию своей независимости Должна делать свою литературную детскую политику И эта политика должна быть Должна быть красивой, умной, красочной, всесторонней Вот книга Казахгер Теглера Она пользуется большим интересом Я сама, когда увидела ее на полках книжных, в магазинах Я подумала, интересно, такая она красивая Такая она симпатичная и, надо сказать, достойная Если мы ее леснем, вот откроем ее, шрифт большой В стиле таком, скажем, казахском орнаменте Содержаны здесь традиции, обычаи И вы знаете, хороший перевод И это импонирует сегодня детей Пришел парень и сказал Вы представляете, мы с братом драли за эту книжу Вот так ее То есть это любимая книга уже у поколения, которое выросло И которое растит своих детей Это для издателя любого, ну, очень знаменательно Казахгер Теглера – первый сборник казахоязычных сказок По сей день не потерявший читательский интерес Вышел в далеком 97-м году С тех самых пор Кириллинская начинает работать над двуязычным форматом А чуть позже, почувствовав очередные вызовы времени Она ставит новую цель Издательство трехязычной литературы На казахском, русском и английском языках Я считаю, что если дать ребенку еще раннее дошкольное развитие Это скачок нации Но это опять не я говорю Это говорит ООН Потому что предшкола – это основа основ Сейчас кто взял дошколу, то взял прогресс человечества Прошло время, когда дети говорили только на одном или русском Или на одном казахском Время сегодня диктует для наших детей Чтобы они были образованными И могли читать литературу на разных языках Я полагаю, что книги, которые хотели бы дети читать И они пользуются большим спросом Есть сегодня у Людмилы Кириллинской Которая, как патриот своей Родины По собственному желанию Она издает эти книги Которые попадают в нашу библиотеку почти бесплатно И мы так счастливо пополнят ее книгами наш фонд Двенадцать заповедей Волшебное путешествие по стране Казахстан Королевство трех языков Эти и другие небезызвестные детища Людмилы Всеволодовны Украшают стеллажи национальной библиотеки К слову, издательский дом Кириллинская Шикула Ктеп Сегодня работает над учебными методичками Над адаптацией мировой классики на государственный язык Выпускают уникальные сказки об истории, географии, экологии Казахстана Которые создают наши талантливые отечественные сценаристы и художники Я когда пишу книги, я четко знаю Что первым человеком, кто ее прочтет Кто эти книги прочтет, это Людмила Всеволодовна И я пишу их, ну, для нее, понимаете Не как для того человека, который платит за эти книги А как для неравнодушного человека, который будет читать И там в некоторых местах даже плакать И да, были такие моменты, когда какие-то истории Вот какие-то сюжетные повороты вызывали у нее там слезы То есть это абсолютно неравнодушный человек Для которого приятно писать С которым радостно и общаться И с которым, в общем-то, легко Когда она рассказывает о детских книгах Она прям вся пишет энергии У нее становится эмоционально Мы ей говорим, она делает для наших детей Она говорит, это вы, нет, вы, мол, это вы делаете Для наших детей А наши дети, это будущее Казахстана Она прям, это очень суперважно Без этого никак Конечно, да, дети, это наше будущее Действительно видно, как она горит Как она этим И ты сам, действительно, прям в энергии от нее заряжаешься Жизненного запала у этой бойкой Женщины хватает не только на то, чтобы зарядить коллег Но и на осуществление параллельных проектов Наша героиня ранее призналась, что ее творческие навыки Не раз ей пригождались жизни Кириллинская довелось работать Оформителем центральных елок страны И даже продюсировать свою детскую Образовательную передачу На центральном канале А теперь, мои дорогие друзья Я хочу узнать Все-таки вы в моей волшебной стране Которую я покровительствую И все жители нашей страны переживают Как у вас дела? И как вы занимаетесь? Я хотела лично сама посмотреть А что же вы уже знаете? Героиня нашего фильма на протяжении жизни искала единомышленников В итоге собрала крепкую команду Около 30 сотрудников В числе которых авторы, методисты, редакторы, художники, менеджеры Многие уже не просто коллеги, а верные товарищи К слову, издатель свою жизнь не делит на личную и общественную В буквальном смысле место проживания и работу Она организовала под одной крышей Брали дом, чтобы можно было и издательству здесь размещаться Он мне подходил, самое главное, для работы Чтобы мы могли трудиться То есть у меня постоянно здесь большое количество людей Но я к этому привыкла Это как студенческое общежитие Или как стройотряды Для меня это вот Как бы всю жизнь я в этом была И это мне импонирует Да, мы одно целое Я скажу так, что это одно целое Потому что мы приходим, это у нас Я не сказал бы, что я на работу прихожу Я прихожу как в дом Да, я знаю, что здесь тепло Что здесь уютно Что здесь я чувствую себя как не на работе А в доме у себя Был Новый год Новый год заканчивался А в магазине с новогодними игрушками Вот остался такой, как я считала, человек Прокладывающий путь И он с фонарем Я думаю, вот пусть у нас в доме Стоит такой поводырь Который будет освещать нам нашу дорогу Своим фонарем И как бы в нашем доме Так как я живу одна Мне хотелось, чтобы был какой-то мужчина Олицетворение мужской силы Вот я взяла этого поводыря И очень довольна всегда, что он у меня такой есть И, может, какую-то питаю надежду Что все равно осветит дорогу И светит вообще-то Издательство детской литературы Не самое легкое и благодарное ремесло Рядом со мной работают все патриоты И я благодарю их за это Я говорю, никогда не делайте книги Однодневки Вы должны помнить Книги живут дольше людей И пока существует земля Я уверена И сто лет пройдет Наши книги будут читаемы Бессмертных нет людей на земле А некоторые люди думают, что они бессмертны И мне сейчас 70 лет И я прекрасно знаю Что вечность не за горами Но что ты оставил на этой земле? Какой ты след оставил? Что ты с собой унесешь? Дом? Что ты унесешь с собой? Голый пришел, голый ушел Вот и все Понимаете? Так что лучше сейчас делать? Так может лучше помочь детям? Она совершенно спокойно могла бы делать Бешеные деньги на чем-то другом Потому что и опыта, и энергии И харизмы у нее хватает Но детский издательский бизнес у нас Ну, сами знаете, в каком он состоянии находится Никто об этом не думает Никто особо не помогает А в принципе это наше будущее Понимаете? И я вот в этом ее поддерживаю всем Очень много лет работаем вместе Мы не созваниваемся каждый день А только по необходимости Но я рада осознавать И для меня это большая моральная поддержка Что она где-то живет, творит Создает какие-то программы Просто существование этого человека в пространстве Дает мне устойчивость и уверенность в себе Мое кредо такое Тогда я прочту сихотворение, чтобы вам легче понять Мне перья дергали искры А я летала Пытались воздух перекрыть А я дышала Мне говорили, не люби А я любила Пытались памяти лишить Я не забыла Мне говорили, боль сильна А я терпела Не смей врагов своих жалеть А я жалела Меня опять забивали с ног А я вставала Мне говорили, не найдешь А я искала Твердили все, и не мечтай А я мечтала И если даже рухнет мир Начну сначала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok